Поступают подробности масштабной контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии. Уничтожена бангруппа, присягнувшая на верность организации «Исламское государство». В нашей стране она запрещена. Все проходило в два этапа. И в общей сложности ликвидированы 14 бандитов. Установлено, что они готовили взрывные устройства и занимались переправкой людей в Сирию, воевать на стороне ИГИЛ. Кадры оперативной съемки и все известные на эту минуту детали. В материале Алексея Изотова. Этот автомобиль накануне вечером полицейские попытались остановить в центре Нальчика, чтобы проверить документы у водителей и пассажиров. Но те оказались вооружены до зубов и открыли огонь. В ходе перестрелки бойцы спецназа ФСБ ликвидировали троих бандитов. Одним из них оказался 29-летний Юрий Бицуев, главарь местной ячейки ИГИЛ, организации запрещенной в России. По некоторым данным, именно Бицуев занял место Роберта Занкишиева по кличке Абдула. Боевик присягнул на верность исламскому государству еще весной и в интернете призывал вступать в бандформирование и вести террористическую деятельность. А также лично нападал и убивал сотрудников правопорядка. Две недели назад террориста также уничтожили во время спецоперации в одной из многоэтажек Нальчика. А это начало масштабной спецоперации. Накануне утром в пригороде Нальчика бойцы спецназа окружили укрепленную базу боевиков. Бандиты засели в блиндаже буквально набитым оружием и боеприпасами с многомесячным запасом продуктов. Замаскированное укрытие выдавало разве что дым, а все подходы к нему бандиты заминировали. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться, они открыли беспорядочный огонь по сотрудникам правоохранительных органов и применили гранаты. После этого было принято решение о начале активной фазы спецоперации. В ходе боя спецназ уничтожил 11 боевиков и почти все они уже опознаны. И выяснилось, что в блиндаже была оборудована мастерская по изготовлению мощных взрывных устройств. Банда занималась организацией каналов переправки жителей КБР на территорию Сирийской Арабской Республики. Террористических группировок. Кроме того, боевики готовили ряд резонансных преступлений на территории Северо-Кавказского региона. В том числе с использованием самодельных взрывных устройств в местах массового пребывания людей. К счастью, никто из мирных жителей и сотрудников правопорядка во время спецоперации не пострадал. А два уже готовых взрывных устройства, которые могли быть использованы боевиками для совершения крупных терактов, специалисты взрывотехники ФСБ уничтожили прямо на месте. Алексей Зотов, Первый канал.